Сегодня, ребята, нас ждёт очень большой и насыщенный вечер. Но если говорить про наш вечер, потому что я смотрю, за окном у нас очень страшно и темно, а значит пришло время отдыхать. Если целое утро сегодня занимались всякими бесполезными, например, делами, ну вот теперь наконец-то мы начнём смотреть с вами всякие радости. Мы смотрим «Друзья ангелов». Сколько легенд ходило об этом мультике, говорят, абсолютно противоречиво. Информации у меня ноль об этом. Это что вообще? Сериал, мультик, что это? Это мультик. Информации ноль. Это мультик, абсолютно мультик. Говорят, это какая-то неловкая ситуация, всё это глупости и это неинтересно. Но что слушать? Крен же о нём тогда. В любом случае, хорошо. Мне надо надолго вернуть. Нормально ангел, это кроп-топы носит. Я всегда знал, что все вот эти церковные представления об ангелах – это какая-то скукота. Ангелы, они действительно чёткие. Вся мода пошла от ангелов. Они потом там кроп-топы сегодня у нас будут в моде. Слушай, они максимально такие упорные. Они реально типа ангелы. Ну да, ты чё? Типа ангелы, ангелы. Ну ангелы, ангелы. Ну какая себе. У них глаза максимально какие-то прям сосредоточенные. Упоротые. А это, а это, а это Бог, наверное. Мы же ангелы. Когда мы вместе, мы всех сильнее верее. Чё-то напоминает, знаешь, вот эти вот христианские песни в стиле Хана Монтаны. Только всё-то что-то такое, знаешь? А кто их антагонисты? Демоны? Ну как ты узнал? Нет. Атеисты. Они такие, они у нас не верят. А мы не докажем, что он существует. Похоже нам окей. А вот и демон. И демоны будут любить ангелы. А есть ангелы-мальчики? Нет. А с кем они мутят? С демонами? Нам не страшны враги, дьяволята. Вперёд, друзья. Дьяволята? Нам не страшны враги, дьяволята. Вперёд, друзья. Да, да, да. Вот дьяволята. Вот дьяволята. Вот дьявол. Чё происходит? Чё происходит, блин? Это что такое? Мне хочется кричать. Мне хочется плакать. Да ладно, круто. Вот все говорили, что кис это... А чё, а чё? Там чё-то было, да? Не знаю, как-то. А ну прям оп и сюда. Нет, это что-то... Не говорю, группа кис это абсолютно дьявольская. Ну, группа не слушайте. Её садана вас украдёт. Тут авторы намекают. Знаешь, есть запрос, там, допустим, католическая церковь сделала запрос... На мундик. ...как наша православная РПЦ сделала запрос на Дети против волшебников. Серьёзно? А ты чё, не знала? Нет, что это? Это против Гарри Поттера что-то? Ну, не смотрю. Я не знаю, что такое Дети против волшебников. Ну, расскажи! Мы закрыли донаты на новые серии, на заказ серий. Но для этого конкретно произведения я лично открываю донаты. Ты чего, мать? Там же просто всё красиво. Это же, считай, Уолл Дисней. Я не знаю. Сдох трижды. Ну, тебе надо просто видеть, что это не объяснено. Это как, знаешь, как Мстители, только анимация. Защитники как-то? Ой, это защитники, да. На собственных крыльях. Я надеялась, что этот день никогда не наступит, но он всё-таки наступил. Раф, мой ангел, просыпайся, сегодня тебе совсем нельзя опаздывать. Ещё минуту, мам! Ох, я ещё не готова. Всё, тело так движется. Как-то неловко даже. Но это, мне кажется... Это дело. Это флеш-анимация. Это какой-то год. Наверное, 2005-2004 она только начала развиваться. И мне кажется, здесь были применены эти технологии. Там, где компьютер немного дорисовал кадры с движениями. И почему мне нельзя остаться в кровати? У меня болит живот. Ты про... Знаешь, почему это... Что? Раз, два. Что? Что это божья коровка. А они будут молиться? Да. За столом. Опять гимн. Больше никаких отговорок. Я поняла, поняла. Я уже встала. У-у-у. Ничего себе, зачем ангелам такие шипы? Она с крыльями спит? У неё крылья не снимаются? Да она одетая спит. Ты чё? Тебя это не смущает? Она уже готова работать. Я буду по вам по всем скучать? Это же рай. Ты просыпаешься и всё. А вот вопрос. Они в раю или они на земле? В чём вообще миссия ангела? В охране людей? Нет. Кайфовать в раю. Ну, как нет, нефть. Мне кажется, там правда. В раю все, кто летят на землю помогать людям, это вообще какие-то проштрафившиеся. Или суперлевообильные существа. Не, ну правда, прикинь, ты живёшь, ты же в раю. Альтроисты. Ты же в раю живёшь. Ты же и так хорошо. Да. Максимально хорошо. И тебя отправляют к какому-нибудь пубертатнику. Охранять его. От него самого. И по тебе особенно. Мне уже 15 звёзд. Так что мне пора их. 15 лет. Какой 15 звёзд? Ты знаешь, сколько одна звезда живёт? Сколько? А нейтронный ещё дольше живёт. Типа ей миллиарды триллионов лет. Да. Да, вот пока одна звезда потухнет. Но там, конечно, на рост оборачиваемый звёзд. Смотри, какая звезда. Да, смотри, какая звезда. Но это прям... Конкретно её звёзды живёт в год, поэтому ей 15 лет. Пока, мам. Не волнуйся. Я смогу о себе позаботиться. Ты можешь быть уверена. Хотя я и не знаю, чего мне ожидать от этого путешествия. Чё мы одни показали? Не знаю. Тише, Кокс. Мы должны уважительно вести себя... Кокс. Небесный Кокс. Па-пам. Так, ладно, ребят. Вы уж простите. Мы абсолютно вникаем во всю религиозную тему. Более того, нам всё это очень сильно нравится. Но шутки сами лезут сами собой. Никого не хотим верующих оскорбить. Мы сами во всё верим. Пожалуйста. Только без оскорблений. Здесь правда смешно. Ну, правда. По факту. Мы не знаем, что там в раю. Может так. Может не так. Но кажется, что нет. Серафимы. Ну, как много. Серафимы. Кокс на ней. А, у Серафимы. Это какие-то особенные ангелы. Видела? Серафимы едут по светофору? Я думала, был свет для Серафимов. Они как машины. Когда красные едут с Серафимов. Серафимов из машины. Когда-нибудь мой нимк тоже будет светиться. Только после того, как ты сдашь экзамен. Ой, что ты здесь делаешь? Разве мы не должны были встретиться большой дверь? Ну да, но я подумала, лучше, если мы придем вместе. Я понимаю тебя. Следующий, пожалуйста. Как зовут этого привратника? Раз, два, три. Да что сегодня с тобой Петра? Петр? Павел Петр? Павел или Павел? Кто стоит у врат? Петр или Павел? Отраник. У Петра. У ключи. Ключи-то. Откуда я знаю? Ключи от церкви. У Петра же, да? Нет? Автор следующее. До встречи по другую сторону. Уин. Желаю удачи, подруга. Анимация кайф. Но, возможно, небожители так и двигаются. В бескостном вот как-то. Ты готова, раб? Наверное. Ты еще никогда не была внизу, да? Угу. И ты первый раз уезжаешь далеко от дома, да? Да. Да мы поняли, что отправляем. Пусть лучшие сверху защитят тебя. О! Экзамен будет на земле! Мне кажется, тебя отправляют на ее первое задание. Ну, экзамен же надо сдать. Тогда у тебя небо загорится. Надо кого-то спасти. Или что-то сделать. Ага. И по классике, раз уж ей пятнадцать, она должна отправиться к своему... Парню. Демону. Не, ну, к какому-нибудь пацану. Потому что... Ну да, она будет пацана охранять. Вот если бы... Слушайте, я... Если думать такого, ангел, да, хранитель же? Да. К каждому причисляется ангел-хранитель при рождении. И вот некоторые религиозные течения говорят о том, что они вообще бесполые. Там, без разницы. Но мы в это не верим. Но хочется думать, что все-таки полые, да, представляешь? Ну, в смысле, не полые, пустые. А вот, допустим, у меня там ангел-хранитель девушка. А если мужик? Ну и что теперь? А чё, может, все-таки бесполые? Вот что, вот чтобы не разочаровываться лишний раз, они не видны. Мужик у тебя, ангел-хранитель. У меня все видно. Помолимся, мы здорово. Иди. И ничего не бойся. Вот ее пошатало. Ну где? посмотри на себя очнись ангел пока ты не закончишь свое превращение ты как бы это сказать прозрачная это демон дьявол со змеей и посмотрите как тонко все подобраны не просто змея коралловая змея максимально ядовитая спасибо за новости меня зовут сульфус ты наверное слышал обо мне демон такой а что это у тебя здесь блестит вот учете меня знаешь ты что обиделась слушай я просто хочу помочь спорим ты ничего не знаешь про вето лучше тебе поторопиться в школу ты ужасно опаздывает нифига себе школа куда же мне теперь идти от тебя немного помощи посольство ангельское представительство на земле виктория секрет шла сдать экзамен простите за опоздание пожалуйста нечего извиняться лучше не опаздывай здесь мы заботимся о людях а точнее об их душу достаточно всего лишь одной ошибки чтобы твой противник одержал победу я противник тот час с змеей по всей видимости но я не знаю не буду драться за душу я потом замутят но замутит конечно с демоном или с мальчиком с демоном и с мальчиком и вообще мужиком тоже твои товарищи противники уже за работой так что мне придется объяснять тебе все лишь в общих чертах ты должна приступить к экзамену смертный которого ты будешь охранять 14-летний мальчик эндрю каждый день каждый час кто заказал этот мультик пожалуйста то кто заказал мне кажется это потому что это как это по протестантский заказ кто-то все религиозная тематика блин почему так как супергерой к больше да ну давай но вдруг там допустим кто там у нас мог это заказать сейчас подождите секунду я сейчас подумаю значит это точно не могли знаю кто кто же кто же на м как зовут и забыла масоны мормоны мормоны это мормонский мультик это мормонский мульт каждую минуту люди выбирают между добром и злом эндрю ты мог бы присмотреть за своей сестрой о как знать что зло как знать что зло и должна будешь направлять эндрю но ни в коем случае не лишать его свободной воли это значит что ты не можешь выбрать за него ты не можешь вынудить его ступить на правильную дорогу а если все вынуждающие тебе условия уже заранее предопределяет выбор и тем самым его лишают всегда задавался этим вот такая дилемма ведь ты полностью состоит и реагируешь на огромное количество событий которые ты даже не осознаешь ты летишь на глыбе непонятно куда с огромной скоростью вообще ничего не те где вся твоя жизнь для людей которые от которой от тебя не за которые ты зависть все это так бесконечно тикает и как будто твой выход он зачем как текущая река он течет течет все и по и потек я это конечно никогда не врубал правда вот честно выбор есть правда но максимально условный максимально а если тебе придется вмешаться в происходящее то лишь человеческими методами запомни это твой талисман запустит твое превращение ты должна будешь завершить его фразы которые только что выучила есть вопросы что такое вето это правило нашего кодекса нас выбрали чтобы охранять смертных а наши противники демоны должны обмануть их толкнуть на неверный путь поэтому существует вето то есть запрет мы не можем обнаружить себя не можем прикасаться или нападать на демонов уяснила я не понимаю мы должны бороться с демонами но не можем создавать все просто если бы ангелы и демоны боролись вместе в одно и то же время они бы только запутали людей которые должны иметь свободу выбора таким образом когда ангелы заработали демоны не имеют права вмешиваться и наоборот мы работаем по очереди а кто решает кто начинает первый ангелы это решается комнате для слизания ты до сих пор не поняла поэтому существует мы невидимы для смертных до тех пор пока мы не можем обнаружить себя не можем прикасаться я просто уверена что ты демон или нападать на демонов в точку мой ангел меня зовут рак и я не твой ангел заруби себе это между раков ого как ты быстро выходишь из себя лучше посмотрим кто будет действовать первым выбирая оружие ра посмотрим ты весь состоишь из огня и пламени да смертных тогда тебе не помешает искупаться гигантские гавайские волны это нечестно это для состязаний может превратиться во что угодно ты же знаешь победитель тот кто первый дотронется до буйка посмотрим сможешь ли ты меня догнать скоростные крылья она идет быстро я покажу тебе кое-что ты думал одолеть меня каким-то дымком она очень сильная пожалуй я использую стратегию посложнее на помощь я тону я тону на помощь я сейчас хватай мою руку а почему у него звезда такая не перевернуты у меня у него это же атрибуты ты проиграла мой ангел значит я первым отправлюсь к смертному только подумать я же хотела тебе помочь дотрагиваться запрещено я играю а че там про звездочки было да типа ты типа нельзя трогать от демонов нельзя их бить нельзя их целовать я их обнимать не помню это правильно то есть запрету мы не можем обнаружить кого это принесло у меня доставка для мистера эндрю это вы но я ничего не заказывал доставка уже оплаченного ничего не должны ну ладно я верну посылку жаль эта игра только сегодня вышла в продажу подождите о какой игре вы говорите что почему сатана мне плойку пятую не приносит грех с рагнарёком грех-рех куда у тебя появится ангел у нас же абсолютно сатанинский контент почему сатана сидит не смотрит на за низы как меня искусить до новая игра для суперконсоли у меня это консоль к телевизору подключена может тогда попробуем сыграть я слышал в нее круто играть вдвоем нет нет тебе нельзя сейчас играть ты должен присмотреть за сестрой ты прав молодец спасибо теперь будет за ребенком смотреть ты ты его ангел-хранитель за теперь будет за ребенком смотреть ты ты его ангел-хранитель забыла ты что-то сказал она не могу не видно да как они очень на душу влияют если душа и тело здесь слиты ну то есть он работает с его телом ужасно звучит но потому что она не материализовалась ее кульон еще не сработал нет ничего давай играть а ты ну что ты делаешь а так что за не следить-то носить в клетке нормально все не на правду чувствую сидит там на переворачиваться и весело тише тише куда это ты собралась сейчас ребенок вознесется блин это будет нет нет малышка не делай этого не делай тебе будет больно почему ты только она знаешь она же не она такая на нее падает утюг он такая нет она стоит в шаге от него так она не умеет ничего ничего ну так чё ты сидишь просто наблюдай за пополнением все же дети попадают в рай да ты же по определению хорошим рождаешься не рождают всеми греховными по идее ну да но так ты еще не успел нагрешить все в рай вознесется назначено сделать что-нибудь ну что какие идеи хорошо кокс запусти превращение кокс запусти превращение охраняйте защищащий класс а буаку панша почему jengs так не сделали хочу также хочу чтоб каждый элемент превращения нам показали а так она все это время могла стать человеком и до утюга получается тоже да теперь у ребенка фингал на лбу ладно черт моя мама давай это также проходит несколько секунд как и вингс у меня травма вспомнил каждый раз будут показывать пол мультика занимает ее в конце привет мам дорогой твоя сестра в порядке в полном очень плохо тебе нельзя заменять собой смертных но его маленькая сестра она могла сильно пораниться это забота мальчика ты должна была дать ему по допустим его сестренки погибнуть чтобы он понял уроком он потом покаяться и станет молодежным пастором который будет говорить что игры это плохо я в свое время играл в doom и тёму и потом сильно пожалел об этом это она это эта музыка звучит в аду он не хотел работать по очереди хватит сульфус лишь делал то что делают демоны и он выиграл состязание там отражается как на картины дориана грей на только да да именно на картин дориана грея так вы серьезно интересно мне кажется как бы должен выглядеть крайний случай это максимально мне кажется максимально ужасно это два крайних случая как выглядит максимально я знаю максимально это фиолетовый вот этот смайлик демоненок а максимально место лица тела его знаешь его фотография демоненок вот я думаю максимально одухотворенное счастье как она выглядит я надеюсь что ради блага всех смертных это первый и последний раз а теперь иди наверх в комнату сна и поспи и подумай бедная на каблуках у меня она она наконец-то ты вернулась я так рада тебя видеть мне так много надо тебе рассказать ты неважно выглядишь ты в порядке нет у меня был очень тяжелый день будь готов остановить картинку вот здесь теперь величие отлично малаки отлично спасибо госпожа залпал молоке его зовут молоке молоке вы издеваетесь вы знаете какие молоке или молокеи прогуглите пожалуйста ребят я просто не хочу это озвучивать здесь в этом пространстве потому что нас за блоку мне всерьезного молокеем назвали это ладно это полный разнос первая серия но мне вообще не зашло я еле досмотрела и кажется это это супер детская какая-то ну короче в детстве если бы я смотрела возможно мне бы зашло но это какие-то не до винкс то есть это типа винкс только только очень-очень очень плохие что-то такое около религиозного околорелигиозное очень плохо сделано играть это плохо разумеет 2 серии но я думаю что нам нужно сразу же после просмотра ангелов идти стримить какие-нибудь игры максимально прям следует сразу же туда переваливать так ну чё я знаю надо надо знать надо напишать как напишать напишите как вам что четко надо по лайкам понимать вообще как это все дело обстоит разнос как вам поэтому около религиозное божественное тело не знаю мне нравится мне я процентов 60 шуток фильтрую потому что я прям боюсь прям я очень сильно боюсь чем сказать лишнего но просится просто реально загуглить такие молоке и будьте в счастье не будьте молоке и все ребятки